Интернет кишит новостями о жестоком обращении с животными. Живодёры издеваются над ними самыми изощрёнными способами. Многие даже выкладывают видео и фото страшных пыток в сеть. Это похоже на вызов государству, обществу, каждому из нас. Сегодня всё чаще слышны призывы усилить ответственность за жестокое обращение с животными. Давайте узнаем, что думают об этом леберчане. Мы в ответе за тех, кого приручили. И, соответственно, кто-то должен защищать животных. Ну, животные, они же как дети, и с ними нужно обращаться так же. Если так же будут обращаться жестоко с животными, то, получается, можно и с детьми так же жестоко обращаться. Это будет безнаказанно, это плохо. Потому что они не могут за себя постоять, в отличие от человека. Потому что у нас далеко не всем людям живётся хорошо. Поэтому надо, в первую очередь, конечно, о людях позаботиться уже потом, о животных. Психология людей изменилась. Я дитя войны. Мы дети маленькие. У нас нечего было есть, но у нас все кармашки были. Всегда пала сухариками, хлебушками чем-нибудь, чтобы покормить котёнка или собачку. Сделать ему домик. Это дети были такие, понимаете? Дети. А сейчас дети совсем другие. Вообще упала культура. Общая образовательная культура населения. Поэтому, я не знаю, милосердие куда-то подевалось, терпимость, жалость. Ну, потому что прежние законы не работают. Нет результата. Поэтому надо, наверное, что-то более сильное придумать. Ну, менталитет, я думаю, нашего русского народа ещё не доросли мы до того, чтобы к нам применять более слабые законы. У нас законы не работают в России. Большинство законов не работает в России. Закон надо ужесточать, особенно нашей молодёжи. Потому что сейчас они уже не знают, чем заняться и что сделать, чтобы себя показать, что я такая вот сильная над природой. А природа-то, она властвует над нами. Случаи жестокого обращения с животными часто попадают в СМИ, однако редко в судебной хронике. Несмотря на то, что в российском законодательстве за это преступление предусмотрены штраф, в среднем это 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, арест или лишение свободы. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.